Другого Востока сообщило о 120 военнослужащих правительственных сил, погибших при атаках на позиции ополчения. Еще 200 человек украинские войска потеряли накануне. Однако в Киеве этого не признают. Тем временем на Украине сегодня официально стартовала четвертая волна мобилизации. Порошенко, впрочем, пообещал новобранцев, не имеющих опыта военной службы, в зону АТО не отправлять. Зачем их тогда вообще призывать? Попытался понять наш обозреватель Алексей Петров. В этом лагере беженцев в Ростовской области примерно 400 человек. Теперь, когда возобновились боевые действия, едут снова и снова. В том числе и те, кто намерен скрыться от мобилизации. Не хочу, во-первых, чтобы меня забрали в армию, украинские силовики. Не хочу воевать, во-первых, против своих братьев, сестер. Пускай я буду в Украине считаться предателем Родины, я не знаю, как они называют нас, тех, кто убивает. Но я, пожалуй, лучше останусь при своем мнении. Четвертая волна мобилизации продлится 90 дней. В апреле и июне еще две. За год Украина собирается призвать больше 100 тысяч человек. Чтобы выполнить план, повестки разослали в том числе и жителям Запорожья, Одессы, Херсона, которые раньше считались неблагонадежными. Евгений успел уехать из родного Мариуполя. Как раз вовремя. Недавно позвонили мне из города Мариуполя, сказали, что мне уже пришла повестка, что меня разыскивают. Отрывная, все как положено. Вручили родителям руки. Александр родом из Харькова. Ему 23, и он понимает, молодежь бросит в самое пекло. Как это было в Донецком аэропорту, когда старослужащие вышли через организованный коридор, а новобранцы оказались под обстрелом. Тем, кто не сможет избежать мобилизации, сначала предстоит подготовка. Примерно то, чем занимаются эти новобранцы на военном полигоне под Мариуполем. Они учатся минно-взрывному делу. На это отводится месяц, затем войска. По данным ополченцев, только за последние двое суток потери украинской армии составили больше 300 погибших. Тела убитых свозят в Донецкий морг. И, очевидно, Киев скрывает масштаб потерь. Судя по всему, украинские власти открыто взяли курс на военное решение ситуации на Юго-Востоке. Заодно они спешно решают, где хоронить бойцов. На кладбище в Днепропетровской области несметное количество свежевырытых ям. Могилы для тех, кого призовут в армию с началом очередной волны мобилизации. Когда он будет находиться, я имею в виду, сам солдат в каких-то очень тяжелой обстановке. И когда он будет посылать сигналы о помощи, о подкреплении, о том, чтобы могли дать возможность откуда-то выйти из какого-то серьезной обстановки, обстрела и так далее. И он, вспоминая, что для него уже вырыли могилу, он начнет понимать, что на самом деле его спасать-то никто не собирается. Расстояние между ямами всего в полшага, хотя по нормам Санпина должно быть не меньше метра. Братская могила. Тем временем, как сообщают информационные ресурсы самопровозглашенной ДНР, все понимают, потери предстоят гигантские. Потери украинской армии таковы, что для военного кладбища председатель парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец потребовала 80 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Днепропетровской области. Кладбище площадью 80 гектаров. Если, как правило, на одну могилу отводится 5 квадратных метров, то получается, речь идет о 160 тысячах захоронений. Но сколько их будет, скорее всего, останется тайной. Регион полностью под контролем губернатора-олигарха Игоря Коломойского. Он же и финансирует все работы. Миллион гривен на захоронение полутысячи неопознанных тел уже выделен. И сегодня глава ДНР Александр Захарченко пообещал, что попавшие сегодня в плен украинские военнослужащие будут возвращены на родину. Также он дал гарантию того, что тела всех погибших в районе Донецкого аэропорта украинских силовиков передадут родственникам для захоронения с воинскими почестями. Украинские войска, точнее, украинское правительство кидает в бой подразделения малообученные, наспех сформированные, и пытается ими закрыть те политические интересы, которые они на сегодняшний день исповедуют. Еще самое главное хочу, что этими людьми не закрывают свое поражение в аэропорту. Они до сих пор не могут понять, что это не случайность, это закономерный процесс, который будет в дальнейшем продолжаться.